Когда я впервые пришла к психологу с запросом стать более уверенной в себе, первый вопрос, который она мне задала, зачем мне это? Для чего я хочу взрастить эту уверенность? И я задумалась. Привет, мои хорошие! Сегодня у нас довольно важная щепетельная тема, поэтому без длительных вступлений я хочу, чтобы все слова, которые будут сказаны в этом мини-подкасте, нашли своих слушателей и откликнулись людям, которым нужно это услышать в данный момент. В 21 год я могу сказать, что главное преимущество уверенности в себе – это не взгляды людей, когда вы заходите в помещение, и от вас веет этой энергией. Это невозможность выступать на большую аудиторию и не бояться запнуться либо ошибиться. Это не комплимент от окружающих людей. Нет. Главное преимущество – это свобода от сомнений. Вот меня часто спрашивают, Кристина, ты в жизни тоже такая спокойная? В чем секрет твоего спокойствия? И да, большую часть своей жизни я на самом деле очень спокойный и умиротворенный человек. Как я это сохраняю? Я не трачу свои силы на сомнения. Моя жизнь как-то незаметно превратилась в некий цикл. Проблема – решение – точка. Проблема – решение – точка. И даже если это решение может быть ошибочным либо неправильным, после я выжму максимум опыта, знаний, уроков, чтобы это все сыграло мне на пользу. Максимум. Я не хочу говорить заурядные фразы по типу «выпишите свои достоинства», «выпишите свои сильные стороны», «поймите, что вы где-то лучше других» и «станьте уверенными». Нет. Потому что уверенность – это только про вас, это только ваше. Это про ваши ценности, это про ваши приоритеты, это про взращивание уважения к вашим приоритетам. Это не про сравнение с другими людьми. Это только и только про вас. Когда вы идете на встречу с новыми людьми, и в вашей голове не крутятся мысли «надеюсь, им со мной понравится», «надеюсь, им со мной будет интересно». Нет. Надеюсь, мне понравится с ними, и «надеюсь, мне будет с ними интересно». Изучайте себя через свои триггеры. Правда, это один из лучших, наверное, психологических лайфхаков, которые я когда-либо использовала, потому что он максимально быстро и максимально точно помогает определить ваши болевые точки, над чем вам нужно поработать. Объясню все на примере. Людей, у которых нет личных границ, либо у которых они очень размыты, которые не понимают, как с ними можно себя вести, как нельзя, всегда будут триггерить люди, у которых эти границы есть, которые смогут сказать «вот так вот со мной разговаривать не стоит», «вот так вот со мной себя вести не стоит». И человек со слабыми границами при контакте будет всегда воспринимать подобное, как хамство, как грубость, хотя противоположный человек по факту может просто отстаивать свои интересы и говорить, что ему нравится, а что нет. Либо же ситуация, которая произошла со мной пару дней назад, я стояла в шоуруме, выбирала платье, и рядом со мной стояли консультанты. В другом конце зала стояла прекрасная девушка, которая мерила шикарное бежевое платье, и она где-то минут пять разглядывала себя в зеркале, и было видно, что она прям кайфует от того, как она выглядит. И я слышу, как эти консультанты начинают ее обсуждать, как не то чтобы даже обсуждать, скорее осуждать, мол, самолюбование, сколько можно, фотографии в инстаграм, ну и прочие шутки из разряда IQ 50. И я понимаю, что если бы у этих девушек-консультантов была хорошая самооценка, если бы они могли наслаждаться своим внешним видом, точно так же, как та девушка в платье, максимум эмоций, которые бы вызвала у них эта ситуация, это безразличие. И вот триггеры — это прекрасный показатель того, что у нас наболело, что, возможно, мы хотели бы тоже уметь, но мы то ли боимся, то ли не готовы. И на самом деле не страшно признавать, что вам есть над чем поработать. Не страшно признавать, что есть что-то, что вам себе не нравится, и вы реально хотите это изменить. Это классно, это здорово. Человек, в принципе, меняется на протяжении жизни, а когда вы еще самостоятельно можете ускорить этот процесс, почему нет. И в целом работа над собой — это, на самом деле, одна из лучших работ, которая может существовать в жизни человека. Плавно переходим к теме личных границ. Только два вопроса. Как со мной можно и как со мной нельзя? Без каких-либо исключений, поблажек. Если я говорю, что со мной так нельзя, но человек продолжает это делать, мы просто попрощаемся. Вот и все. Все очень просто. Уверенность в себе и самооценность — это, несомненно, плод многолетней работы. И ускорить ее может терапия с психологом. Поэтому хочу напомнить вам про мой любимый сервис онлайн-психотерапии Zygmunt Online, где каждый специалист проходит тщательный отбор и тест на этику. Более того, сервис дает возможность подобрать специалиста именно под ваши запросы и предпочтения. От поднятия самооценки до решения проблем с пищевым поведением либо же болезненными привязанностями. Сессии проходят в онлайн-формате, где вы самостоятельно составляете график ваших встреч и имеете возможность заменить специалиста, если вдруг в какой-то момент почувствуете, что это немного не ваш человек. Чтобы поддержать вас в это время, сервис сделал возможность начать консультацию уже через 4 часа после назначения. Как человек с опытом терапии, хочу сказать, что вложение в работу с психотерапевтом однозначно стоит результата. И если у вас есть какие-либо сомнения, промокод LACTI30 дает вам скидку 30% на первую консультацию. К слову, это одно из самых доступных предложений сейчас. Умейте говорить нет. Я выросла в семье с безумно, безумно доброй и отзывчивой мамой. Честно, моя мама это человек, который поможет абсолютно всем. Абсолютно всем, абсолютно в любое время. Неважно, буду это я, либо какой-то прохожий на улице. И я так говорю не потому, что она моя мама. И длительное время я была точно такой же. Для меня это была как ролевая модель. У меня была какая-то жажда самопожертвования, когда за счет хороших и правильных поступков ты пытаешься поднять свою ценность. И такое поведение это прямой путь к взаимоотношениям, где вас будут любить и ценить только до тех пор, пока вы являетесь этим хорошим человеком, а не собой. Зачем? Таких людей очень часто используют. Ими легко манипулировать, им легко указывать, их легко заставить сделать что-то. Научитесь говорить нет. Порой даже без объяснений. У многих людей фраза «Я просто не хочу» не считается как аргумент. То есть собственного нежелания недостаточно, чтобы аргументировать, почему вы это не хотите. Просто не хочу. Мне это не нужно. Это не в моих интересах. Все. Но многим будто бы необходимо оправдаться, объясниться, рассказать почему, что да как. Просто не хочу. Не в моих интересах. И если вы что-то не хотите делать, это вам не нужно. Это не требует никаких оправданий. Знайте себя. Знайте свой характер. Знайте свой темперамент. Знайте свои плюсы и минусы, и как с ними работать. В телеграме я как-то написала, что я стала очень сильно увлекаться астрологией и нумерологией, хотя раньше я была безумным скептиком. Мой максимум был это почитать какие-то гороскопы в интернете. Это все длилось до момента, пока я не встретила людей, которые профессионально этим занимаются. Мне сделали мою натальную карту, и я слышу фразу. «Кристина, вы очень тревожный человек. Вам это будет очень сильно мешать». Я знаю, что у меня есть это качество. И я знаю, что, чтобы с ним справиться, мне нужны активные виды спорта, мне нужны какие-то агрессивные виды спорта, мне нужна динамика, мне нужно движение, чтобы все это беспокойство, вся эта тревожность выливалась в активные действия. И для меня это работает. Знаете, что самое интересное? Банальный пример. Когда мы учим новый язык, чем больше правил, чем больше слов мы выучим, тем увереннее мы будем на нем разговаривать. Точно так же и здесь. Чем больше вы знаете о себе, тем более уверенными вы будете. И самый большой плюс в этом, что когда вы знаете себя, вас никто не может задеть, либо упрекнуть. Вы можете объяснить каждое свое действие. Не обязательно кому-то, себе. Воспитывайте доверие к себе. Будьте предельно честны сами с собой. Когда вы хотите что-то в себе изменить, не давайте каких-то упомрачительных обещаний, которые вы вследствие не сможете выполнить. Потому что когда вы обещаете себе, допустим, бегать по утрам, пить много воды, питаться зелеными салатами, я не знаю, делать утром массаж лица, неважно. Когда вы что-то себе обещаете и вследствие не выполняете, ну тут как с людьми. Когда вам что-то пообещали и не сдержали слова, у вас будет доверие к этому человеку? Вы будете ему доверять? У вас внутри будет ценность слов, которые он вам даст? И точно так же каждый раз, когда вы не выполняете обещания, которые дали самому себе, у вас это доверие пропадает. И ваши обещания становятся просто словами, просто набором звуков, букв. Ваши слова перестают стоить чего-либо. И это, мне кажется, одно из самых худших качеств, которое может существовать в человеке. И тут вопрос даже не в том, что вас не будут уважать окружающие. Тут не вопрос, что с вами не будут хотеть иметь дело. Вы сами не сможете себя уважать. Пообещайте минимум, но который вы сто процентов выполните. Это важно. Перестаньте быть уязвимыми в отношениях, в дружбе, в любых взаимоотношениях. Вы полноценная отдельная личность. С кем-то вы проведете год своей жизни, с кем-то 50 лет. Это не имеет значения. Вы должны понимать, что люди будут приходить и уходить из вашей жизни. И это нормально. Это прекрасно. Прекрасно, что вы можете вместе проживать какие-то эмоции. Вы можете создавать эмоции. Вы можете сохранять какие-то воспоминания. Но никто не обязан дружить и любить вас до конца своих дней. Никто вам не принадлежит. И вы никому не принадлежите. И для меня правильные взаимоотношения с людьми это когда наши взгляды на жизнь в одном направлении. Как только начинается какое-то косоглазие, либо мы смотрим в абсолютно разные стороны, время прощаться. Увы, такое бывает. Если вас уже ничего не связывает, кроме каких-то прошлых, теплых воспоминаний, в настоящем все, что между вами происходит, вы просто тянете друг друга вниз. Рост и самосовершенствование должны быть всегда в ваших интересах. Кто-то в Телеграме меня спросил, как перестать быть зависимым от друзей либо от людей, которых мы любим. Я хочу сказать, что человеческому мозгу по природе свойственно фантазировать. Нам свойственно думать, что это дружба до конца наших дней, либо что это любовь до конца наших дней. Но проблема в том, что это все в нашей голове. Мы сами это придумали, мы сами в это поверили. Любой человек, абсолютно любой, имеет право оставить вас, когда он перестанет испытывать рядом с вами счастье. Это право выбора человека. И это нормально. Точно такое же право имеете вы. И да, я сейчас, возможно, разбила чьи-то розовые очки, но если вы действительно хотите что-то в себе изменить, это правда будет стоить вам чувство стабильности, взаимоотношений, друзей, нервных клеток, зоны комфорта. Это очень многого. Но если вы уже смотрите это видео, и вам эта тема откликается, и вы внутри чувствуете желание что-то поменять, все, что вы будете терять в процессе своей трансформации, было предназначено для вас старых. Для того человека, которого, возможно, уже даже и нет. И это стоит того. Правда стоит того. Потому что человеку очень сложно проявиться по-новому, пока он окружен старой средой, старым окружением, старыми привычками. Язык тела. Когда стажировалась в одной компании, и у нас было несколько негласных правил. Мы никогда не скрещивали руки. Если мы сидели за столом и вели какую-то беседу, кисти рук всегда должны быть на виду. И в последнее время я стала обращать внимание еще на один пункт. это зрительный контакт. И сейчас, когда я коммуницирую с друзьями, со знакомыми, на работе, неважно, я всегда буду смотреть в глаза. Кстати, неуверенные в себе люди очень часто это не выдерживают и отводят взгляд. Я рада, что вы дослушали это видео до конца. Напишите, как вам такой формат. Подкасты — это что-то новенькое для меня. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok